В нашем городе на сегодняшний день проживает всего 14 фронтовиков. При этом лишь несколько из них могут лично присутствовать на торжественных мероприятиях в честь 70-летия Победы. Но без внимания не остается ни один человек, внесший свой вклад в приближение долгожданного мира на Земле. Накануне в развлекательном комплексе «Москва» администрация города организовала масштабные мероприятия для ветеранов Великой Отечественной войны. На груди ордена и медали, а в глазах несказанная радость, а может и гордость за современное поколение, которое, несмотря на все попытки переписать историю, чтит и уважает всех тех, кому мы обязаны миром на родной земле. Победав ужасы войны, трудности и потери, эти люди стали закаленнее металла. У каждого воспоминания на целую книгу. События тех времен они помнят как вчерашний день и искренне желают, чтобы следующие поколения знали и вспоминали, но никогда не пережили подобного. Боевые красные знамена, георгиевские ленты и гвоздики стали неизменными символами Дня Победы. Но это не просто символы, это дань уважения тем, кого с нами нет, но тех, кто остался в памяти народа и сердце каждого. Приходить на встречу с руководством города накануне 9 мая стало уже доброй традицией для ветеранов. «Ваше славное прошлое никогда не будет забыто. Мы все понимаем, какую ценой далась нашей стране эта победа и что нам пришлось пережить», отметил в своем обращении глава городского округа город Каспийск Магомед Абдулаев. «Сегодня в мирное время мы чтим и помним тех, благодаря которым мы можем спокойно трудиться, радоваться жизни и воспитывать наших детей. Благодаря вам, нашим героям, отдавшим силы для победы, мы строим планы на будущее и можем спокойно думать о завтрашнем небе. Желаю вам крепкого здоровья, бодрости, духа и внимания со стороны ваших близких, со стороны администрации города». Вместе с искренними пожеланиями и букетом «Гвоздик» глава города вручил фронтовикам денежные премии. Поздравить Каспийчан участников войны приехал и заместитель председателя правительства Юрий Левицкий, который от лица главы республики Рамазана Абдулатипова поздравил всех гостей с приближающейся датой и приготовил для них денежные подарки. «День победы, конечно, очень широко отмечается и во всей нашей стране, и в нашей республике. Дагестанцы вообще внести очень большой вклад в эту победу. 180 тысяч наших земляков ушли на промп, 90 тысяч не вернулись в свои дни. Многие, вы знаете, были удостоены высокого звания героя Советского Союза». Далее слово предоставили советнику главы республики Джамаудину Амарову. «Традиция встречи с ветеранами сложилась тогда, когда я руководил Каспийском. И наверняка продолжится и дальше. Ведь это именно тот праздник, который объединяет народы и поколения», – подчеркнул он. «В самом деле, Каспийчане в Великой Отечественной войне приняли самые активные участия. Вернулось их ровно половина, даже 40% вернулось. Но мы каждый год перед Новым годом и перед 9 мая не забывали, аккуратно вот так приглашали, поздравляли. И сегодня тоже я не смог не прийти сюда, не поздравить. Почему? Потому что 16 раз я поздравил, и 17 раз сегодня я хочу поздравить». Атмосферу праздника и настроение приглашенным обеспечила концертная программа. Звучали песни военных лет, те, которые в самом сложном бою напоминали солдатам, что их дело правое, и дома их ждут с победой. «Сердце не дрогнет в груди, пулями печены, ветром сечены, смелый разведчик, вперед иди». Заира Гамзатова, Алексей Колесников, Новости Каспий-ТВ.